Глава двадцать девятая Ночная встреча Кришны с пастушками Сын Бадарайаны сказал, Целый год минул с той поры, Когда Кришна похитил у пастушек одежду, И вновь в лесу Вриндаваны наступила благодатная осень, Когда стихают ветра, Когда леса наполняются чудным ароматом. Реки и ручьи замедляют свой бег И блестящими полосами покрывают ночную землю. В одну из таких ночей на звездном небосводе Блистала царь-звезда луна, И лучи ее серебристым сиянием освещали рощи. То была одна из лунных ночей, В которые забываются все горести людские и все заботы. Так затихает в сердце любимой боль разлуки, Когда возлюбленный возвращается к ней издалека. Сбылось то, что еще год назад Обещал Кришна влюбленным в него пастушкам. В эту ночь высоко в поднебесье сияли серебряные звезды, Как светлый лик богини удачи Глядела на землю луна, Соперница белых лотосов. Воздух был напоен благоуханием жасмина, И сладкие звуки свирели Кришны, Поманили пастушек к радости, любви и счастью. Всех девушек, непорочной красотой которых Любовался сын Ешоды на берегу Емуны, Давно повыдавали замуж, И у них уже народились дети, Но едва услышали они призывные напевы флейты, Как вновь сердца их оказались в плену У неотразимого Кришны. В тот час пастушки еще не почивали, Еще не кончены были у них дневные хлопоты, Еще много было у них работы. Одни кормили своих детей грудью, Другие сушили на чаге пшеничные зерна, Подавали еду своим отцам, мужьям и братьям, Прибирали в хлеву за коровами. Третьи прихорашивались к ночи, Красили губы, румянили щеки, Клали тени навеки. Но когда они услышали дивные звуки флейты, Доносившиеся из леса, То все сразу, будто сговорившись, Прервали свои труды И, забыв про детей, мужей и близких, Устремились к заветной роще. И так торопились пастушки Навстречу с Кришную, Что роняли на бегу И одежды, и украшения. Отцы, мужья, братья Попытались вернуть их, Но пастушки даже не оглянулись, Будто не ведали никогда Ни обязанностей, ни долго. Так велика была власть Кришны Над их сердцами, Так сильна была их любовь К сыну Ешоты. Те же, кто не смог вырваться Из своих домов Навстречу возлюбленному, Закрыли глаза И представляли себя В его объятиях. И невозможность Свидеться с Кришною Обратилась для пастушек Болью, столь жгучию, Что в этом огне Сгорели все их Прошлые прегрешения. А в блаженстве От мысленного созерцания Возлюбленного Они исчерпали И свои благие заслуги. Высший дух Владыку мироздания Пастушки полагали Своим земным любовникам. И это соитие с ним, Пусть мысленное, Пусть неправедное, Вызванное вожделением, Освободило молодых женщин Атаков бренного мира, Потому и оставили Они свои бренные тела. Парикшит спросил У мудрец, Если пастушки Видели в Кришне Своего любовника, Но не высшее существо, Как могли они, Терзаемые плотскими Страстями, Вырваться Из круговорота Перерождений. Блаженный Шука Отвечал Я говорил тебе Прежде, Что запредельной Обители Достигает Всякий, Кто непрестанно Размышляет О Всевышнем, Будь то с ненавистью, Как царь Чеги Шушупала, Или с любовью, Как женщины Враджи. Высший благодетель Вечный И неистащимый Господь Бог Не подвержен Страстям. Он принимает В свою обитель Всех, Кто неравнодушен К нему. Какие бы чувства Не питала душа Ко Всевышнему Вожделение, Гнев, Страх, Нежность, Ненависть Или благосклонность, Она непременно Достигает Саития С ним. Не мудрено, Что Кришна Освободил Этих женщин От цепей Рождения И смерти. В нем, Нерожденном Владыке Всех тайных сил, Ищет спасение Всякий мудрец И отшельник. Ему Обращают Свои молитвы Миряне. Он Дарует Упокоение Всем Страждущим. Когда Пастушки Прибежали В рощу, Где Кришна Играл На своей Свирели, И разгоряченные, И взволнованные Остановились Перед ним, Смущенно Потупив Очи, Он Сказал Им Здравствуйте, Красавицы! Что Привело Вас Сюда В столь Поздний Час? Уж Не Случилось Ли Какой Беды В Ваших Домах? Здоровы Ли Ваши Родные И Близкие? Ночь Так Темна, Так Непроглядна, Лес Полон Дикими Хищными Зверями, Он Сейчас Неприютен, И Очень Опасен Для Таких Юнных И Прелестных Женщин. Что Будут Думать Ваши Мужья И Братья, Матери И Отцы Ваши? Тревога За Вас Погонит Их Ночью Из Дома, Они Станут Искать Вас Повсюду. Может Быть Вы Забыли, Каким Бывает Лес В Ночную Пору И Пришли Взглянуть На Эту Рощу? Но Вы Уже Видели Его Однажды В Ночное Время. Благоуханные Цветы Украшали Тогда Деревья, Лунный Свет Серебрил Стволы И Ветви, И Тихий Ветерок Сьемуны Шелестел Листвою. Не В диковин Ветерок 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 Руть Мал Четверт Детям. Впрочем, Если Вы Прибежали Ко Мне, Это Вполне Объяснимо. Все Живое Не Чает Во Мне Души. Все меня любят и ищут встречи со мною, только я сам по себе, мне и одному вполне хорошо. Нет для жены ничего важнее, чем служение мужу и забота о детях. Первейший долг женщины — быть верной своему мужу и своему семейству. И если жена хочет быть вместе с мужем и на небесах после смерти, то пусть она всегда будет с ним и в этой жизни на земле и никогда его не оставляет. С искренним сердцем должна жена угождать боголюбивому супругу, даже если он недоброго нрава, стар, болен, глуп и беден. Нет большего зла на земле, чем измена супругу. Это тяжкий грех, и расплата за него бывает тяжкой. Осуждение, позор и несчастье — вот что ждет женщину за измену мужу. И нет изменницы пути в небесное царство. Так что ступайте домой к своим мужьям и детям, непорочные юные жены. Вам незачем убегать от мужей, любовь свою вы можете высказать мне в молитвах и в раздумьях, оставаясь наедине после дневных хлопот. — Возвращайтесь же домой, Латасаокия, к вашим отцам, мужьям и детям. Святой Шука сказал. Пастушки выслушали Кришну, не промолвили ему в ответ ни слова и стояли недвижимо, не поднимая глаз на сына Ешоды. Щеки их от горя и досады побледнели, сомкнулись алые губы. По щекам, смешавшись с сурьмою, потекли слезы, расшая груди, украшенные шафраном и цветами. Не говоря ни слова, пастушки тяжко вздыхали и рисовали на песке пальцем ноги непонятные узоры. Речи Кришны опечалили и обидели пастушек. С болью в сердце они стояли пред Кришною, склонив головы, потупив очи и оплакивали в душе свои надежды. Слова их, милого Кришны, не сулили им ни радости, ни счастья. Всем, что было у них, они пожертвовали ради свидания с возлюбленным, честью и домашним покоем. И вот он признается, что ему не нужна их жертва. Пастушки молвили «О, господин, отчего столь жесток ты с твоими рабынями? Бог любви давно уже пронзил наши сердца острыми стрелами. О тебе одном все наши помыслы, по тебе одному тоскуем мы. Только ты один нам дорог, ты, наша душа, наш друг, наша любовь и радость. Мы все отринули, все ради тебя позабыли, лишь бы на миг коснуться твоих прекрасных стоп. О Кришна, о непревзойденный знаток высшего устава, разве ты не о себе говорил, когда живописал о долге женщины перед близкими? О, милый Кришна, разве есть у живого существа кто-нибудь роднее и ближе тебя? Смилости вись над нами, не отвергай нашу любовь. Просветленные мудрецы веряют тебе свое существо. Тебя видят своим возлюбленным и душой своей души. Что проку в родных, мужьях и детях? Они лишь источник тяжких мук и страданий. Ты один сулишь нам отраду и забвение. Всесильные боги услышали наши молитвы и устроили нынче нашу встречу. Так будь же милостив к нам, лотосоглазый Кришна, не лишай нас надежды. Целый год, очень долгий год наши сердца, наши руки были отданы дому и заботам о близких. А теперь они пленены тобою. И светлоликий бог любви Кама лишил их всякой силы. И ноги наши совсем ослабели. Где уж им повернуть обратно? Да и что мы будем теперь делать дома? Там теперь для нас все чужое. О, возлюбленный! На губах твоих таится услада, твоя улыбка, твои очи, твои напевы волнуют душу, пробуждают радость. Друг наш милый, если не скупаешь наши сердца в волнах ласковых напевов, что струятся с твоих уст, мы сгорим в огне разлуки с тобою и все одно вознесемся к тебе на небеса, чтобы бархатным прахом лечь у твоих ног. О, лотоса-окий, богиня удачи Лакшми, ликует от счастья всякий раз, когда ты дозволяешь ей коснуться твоих стоп. Все любят тебя в лесу Вриндавана, все к тебе стремятся, даже дикие звери. Ты прогоняешь тоску, утоляешь печали, веселишь сердце. Так можем ли мы думать о других мужчинах с тех пор, как увидели тебя? Даже богиня удача, чьей милостивой улыбке домогается всякая живая тварь, богиня, которую ты вместе с кроткою тулоси приютил у себя на груди, мечтает гладить нежными руками лотосы твоих стоп. И мы, твои покорные рабыни, не мыслим большего для себя счастья, чем растелиться пылью у твоих ног. Чтобы коснуться твоих стоп, мы оставили наши семьи и очаги. Не отвергай нас о разгоняющей печали. Позволь нам служить тебе, любоваться тобою, сопровождать тебя повсюду. О, несравненный Кришна, твой взгляд, твоя улыбка разожгли в наших сердцах огонь желания. Мы все твои верные рабыни, и только тебе одному преданы всецело. Какая женщина останется равнодушною, взирая на твои черные кудри, шелком не спадающие до самых плеч, твои сверкающие лунным светом серьги, гладь твоих смуглых щек, огонь бесстрашных очей, алые губы, с которых нисходит игривая улыбка. Кого не пленят твои руки, что подобны могучим пятиглавым змеям, широкие плечи и грудь, где навеки нашла прибежище богиня удача. О, любимый, нет женщины на земле и во всей вселенной, которая не нарушила бы ради тебя все запреты, зачарованная твоею свирелью. Всякая живая тварь, коровы, птицы, деревья, антилопы, исполняется блаженство, едва ее коснется твой чарующий взгляд. Под ласковым взглядом твоим, от твоей улыбки расцветают померкшие наши лица, румянятся щеки, разгораются очи. Мы знаем, что ты, сам Бог милосердный, сошедший на землю, дабы уберечь от бедствий благочестивый народ в Раджи, как ты оберегаешь небожителей от нашествий злобных демонов. Но, друг наш, знай, что нет для рабынь твоих большего несчастья, чем разлука с тобою, а утешить нас сможет лишь ласковое прикосновение твоей лотосной ладони к нашему горячему челу, к нашей истомленной груди. Святой Шука сказал, «Жалобные слова пастушек растрогали самодовольного властелина. Он приветливо улыбнулся и протянул им руки, приглашая их к хороводу. Веселые, счастливые, они завели вместе с сыном Ешоды танец под лунным ночным сиянием. Кришна выводил на своей свирели чарующие напевы, а влюбленные пастушки хором воспевали его красоту и доблесть. Его белозубую улыбку они сравнивали с луною на звездном небосводе. Его поступь в танце с поступью павлина. Его победы над демонами с подвигами вседержителя Вишну. Этой лунной ночью на берегу Емуны господином был всемогущий бог любви с цветочным венком на челе. И юные пастушки, забыв про все на свете, славили его и величали. А затем Кришна увел пастушек из лесной рощи на прохладный песчаный берег Емуны, где веял тихий благоуханный ветер, напоенный ароматом лотосов. Там сын Ешоды и пастушки снова водили хороводы, пели песни и дарили радость друг другу. Кришна по очереди танцевал с каждой пастушкой, крепко обнимая, тонкий стан гладя их расплетенные волосы, прикасаясь груди и округлым бедрам. Нежно им улыбался, глядя в сияющие очи, говорил им слова, полные любви и неги, весело шутил с ними и смеялся. И каждой пастушке, упоенной любовью, казалось, что только ей дарит свою нежность Кришна, что только с ней одной он танцует, только ей одной поет свои песни. И вдруг непомерная гордость обуяла пастушек. И в мыслях своих они уже казались себе самыми желанными и прекрасными на свете. Поступ их в хороводе стало горделивой, взгляд надменным, движения важными. Не понравилось Кришне эта перемена в подругах, и он, дабы усмирить их гордыню, незаметно скрылся от них в лесную чащу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok